У нас председатель Синода схвачен педерастией и грехом мужеложества. Председатель Синода — это католикоз, патриарх Илья II, глава Православной Церкви Грузии, ему 86 лет. Потому заявление уже бывшего митрополита Чкандидского Петра в грузинских СМИ назвали шокирующим. Митрополит в миру Петр Цаава заявил журналистам, что патриарх лично лишил его сана. Бывший митрополит считает, он поплатился за то, что, как выразился, уличил грузинскую церковь в мужеложестве. Некоторые члены Синода слова бывшего митрополита назвали клеветой. Если у него есть доказательства, то он должен их обнародовать. Это очень тяжкое словесное обвинение в адрес патриарха стало для нас, священнослужителей, как и для общества, самым настоящим шоком. В ситуации, когда у Грузии есть враги как внутри, так и снаружи, когда мы стоим перед сложными вызовами, церковь, исходя из ее специфики, является очень важной институцией. И потому она нуждается в очень осторожных, глубоко осмысленных подходах. Во время заседания Синода первосвященники призвали теперь уже бывшего митрополита Чкандидского извиниться за оскорбление. Священника также решили отправить в монастырь для покаяния. Вот что о происходящем думают жители Грузии. Мое отношение к духовенству не меняется. В церкви, на мой взгляд, всегда было и хорошее, и плохое. И это все та же ситуация сегодня. Если в церкви есть разногласия, они должны решаться внутри. И люди не должны узнавать об этом. Мне больно от того, что происходит в государстве. Все остальное – воля Господа. И решать это должны наши праведные люди. Многочисленные исследования общественного мнения в Грузии показывают, что церковь является самым влиятельным институтом в стране, а патриарх – самой авторитетной фигурой, хотя последние годы он тяжело болеет. Именно поэтому аналитики все чаще говорят о растущем внутри церкви кризисе и борьбе между разными группами влияния. Эти люди – члены синода, монахи, место которых в монастырях. Мы видим, что церковь, патриархия, синод уже не могут управляться этими людьми. Дело дошло до беспрецедентного внутреннего противостояния, а ситуация оказалась на грани коллапса. Министр юстиции страны Таяцу Лукьяни возложила на оппозицию ответственность за конфликт в церкви. Обвинение бывшего митрополита назвала антигосударственными и разрушительными. Многие оппозиционные политики, в свою очередь, утверждают, что за кризис в церкви несет ответственность правящая партия «Грузинская мечта». Сайхан Цинсаев, Звиадм Чедлишвили, Настоящее время.